Когда их уже в аэропорту взяли в капкан, то она мне кричит «помогите». Друзья, это уже поздно, надо всегда заранее, обращаться всегда необходимо заранее, чтобы у вас был люфт какой-то на пробежку от вашего дома до аэропорта. Нужен люфт. А если у вас его уже нет, то вы уже заложники той ситуации, в которую вы сами себя загнали. Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Вот так, друзья. Больше не будет Нагорно-Карабахской республики. Населению после вступления указа в силу предлагают ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном с целью принятия решения о возможности пребывания, возвращения в Нагорный Карабах. Управление на территории Нагорного Карабаха окончательно переходит к власти Азербайджана. По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали 120 тысяч армян. Власти непризнанного Карабаха объявили о скором прекращении своего существования. Тяжелая доля, конечно, всем людям, кто там сейчас проживает. Никому хорошо не будет, ни азербайджанцам, ни армянам. Но про армян вообще говорить страшно. Да, что будет с ними на этом пути. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года. И Республика Нагорный Карабах, Арцах прекращает свое существование, говорится в тексте указа. Ну вот бывший министр иностранных дел, непризнанного Нагорного Карабаха, Давид Бабаян, пишет. Моя неявка или, хуже того, побег нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям. А этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу. Давид Бабаян, бывший министр иностранных дел Республики Нагорный Карабах. Вот такая ситуация. Ну что же, друзья, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Какие здесь могут быть комментарии? Уже никаких. Ну, Армению сдали с потрохами. Армению сдали. Месяц назад я говорила, что Армению берут в капкан. И все это было понятно, что Армению будут сдавать. Если кто-то не хотел верить, ну, понятно, вы знаете, людей можно понять, просто не хочется верить. Вот в такой полнейший крах, в этот крах, который, в принципе, похож на шизофрению. Вот было-было государство, вдруг раз его нет, ни с того, ни с сего. А просто Реджептай Эрдоган вдруг нечаянно-случайно посетил Путина, когда, прежде чем завязался этот конфликт, прежде чем Азербайджан вошел в Нагорный Карабах, вдруг Реджептай Эрдоган посещает Путина. А Путин объявляет, что это по зерновой сделке был, так скажем, между собойчик. То есть, речь была по зерновой сделке. А нет. Оказывается, по Нагорному Карабаху очень быстро Путин отказался от армян и от Нагорного Карабаха. Вообще от армян отказался Путин. А вот теперь, как хотите, так и живете. Видите, как он им сказал. Я так полагаю, что теперь армяне, да им вообще везде закрыт въезд и вход теперь. Конечно, будут самолеты, перевезут эти 120 тысяч. Хотя я сомневаюсь, это же за деньги их везут. Их не бесплатно везут. Русские борты, самолеты везут за деньги. Их всех вывезут в Армению. А вот что будет потом с Арменией, друзья, здесь тоже большой вопрос. Потому что Азербайджан на этом не остановится. Обращайтесь, если кому нужно подсказать, рассказать. Я вам расскажу. Только, конечно, в личной переписке. Я Таня Карацоба, Сеидбурхан. Почта указана всегда под роликом, на ролике. Смотрите, почта есть. Я Таня Карацоба, Сеидбурхан, 28 сентября 2023 года. Не опоздайте. А то здесь ко мне одна девочка из Армении обратилась, женщина. Не из Армении, а из Нагорного Карабаха, армянка. Уже когда войска ввели азербайджанцы, уже когда все случилось, уже когда все аэропорты блокированы, да, и интервью дают, последнее интервью давал какой-то министр там, да, Варданян. И в это время она ко мне обращается, Таня, помогите. Ну, такого же не может быть. Я, конечно, могу, знаете, включить волшебство. Но если человек не думал о себе все это время, если я месяц назад, два месяца назад говорила, Армению берут в капкан и говорила, обращайтесь, они не обращались, нет. А вот теперь, когда их уже в аэропорту взяли в капкан, то она мне кричит, помогите. Друзья, это уже поздно. Надо всегда заранее обращаться, всегда необходимо заранее. Чтобы у вас был люфт какой-то на пробежку от вашего дома до аэропорта. Нужен люфт. А если у вас его уже нет, то вы уже заложники той ситуации, в которую вы сами себя загнали. 28 сентября 2023 года.